всем привет накрасила только что андромедой покажу вам вот ее немножечко поближе и решила с вами заодно поделиться сводчами на термо лаки от селонаст которые у меня есть у меня всего 5 лаков термо попробую сейчас фокусировать это в холодном состоянии лачок сейчас я его попробую показать вам в теплом состоянии приготовила специально воду тепленькую и вот покажу вам как выглядит бутылочки баклажановый цвет базы глиттер в нем синий медного цвета крупиночки слюда в нем какая-то хамелеонистая интересный цвет бутыльки он также в холодном состоянии и вот у меня уже на ручках в теплом состоянии реагирует на тепло прям молниеносно то есть прям за пару секунд он может из теплого превратиться в холодный в теплом состоянии он сиреневый слюда в нем больше розового цвета в теплом состоянии и вот изюминка здесь наверное это глиттер синий сочетание со слюдой и с сиреневым цветом очень необычно выглядит и вот концы уже начинают холодить у меня сейчас руки холодные дома дома прохладно поэтому он сейчас большую часть времени у меня в темном цвете на ручках так и заодно попробую сейчас бутылек окунуть в теплую воду наполовину хотя бы чтобы на контрасте посмотреть можно было него переход из теплого в холодное состояние вот на ручках он уже холодеет и вот в бутыльке кстати видно такой плавный переход от сиреневого баклажановый цвет почему-то в ассоциации мне в первым первым делом голову лезет свекла описание наверное праздничная свекла как-то так и сейчас вместе с вами понаблюдаем за тем как он превратится из теплого в холодный кстати вот у меня пальчики на и на правой руке холодные и этот момент быстрее можно ускорить вот уже наполовину и пока я приступлю к остальным лаком недавно я красила перед андромеды красила осенью очень мне понравился этот лак единственный минус это да и из-за глиттера я его снимала минут 10 спустя два дня носки в целом я заметила что от лака в целом у меня через два дня начинают стираться концы вот но но в принципе я и последнее время больше двух дней и стараюсь не носить лайки потому что очередь у меня уже выстроилась большая я его нанесла в один слой на типсу попробую сфокусировать что-то не хочет может здесь так не получается ну вот по моему есть получше я думаю за глиттера он не хочет фокусировать достаточно полупрозрачный цвет в один слой и сейчас мы вместе с вами нанесем 2 а тем временем кстати обратите внимание вот это промежуточное состояние андромеды когда он уже и не сиреневый но еще и не баклажановый и это бомба по моему цвет очень мне нравится так наносим второй слой вот он следы в нем нет совсем только глиттер покрупнее и поменьше размером попробую также сфокусировать очень мне понравился этот лак и сейчас покажу вам в холодном нет он сейчас в холодном состоянии сейчас я его в теплом состоянии вам покажу и заодно вместе с вами понаблюдаем как он будет из рыженького переходить в коричневый вот уже процесс пошел достаточно быстро да он реагирует на холод и тепло и вот буквально за там 20 секунд он уже изменил цвет следующий покажу я вам лачок пеппи вот он бутылочки рыженький со слюдой и с зеленым микро шиммером также в один слой он у меня на типсе второй слой нанесем вместе с вами заодно вам покажу кстати кисточку так выглядит кисть сейчас попробую сфокусировать по моему опять не получилось кисть для меня удобная да и вообще в целом я не привередлива кистям но это мне нравится нанесем с вами второй слой в один слой все лайки достаточно полупрозрачные но при этом не пляшивы сейчас мы сфокусируем так для меня это также цвет осени так что планируем в сентябре в октябре обязательно им накрасить фокусироваться будешь нет так есть это у нас в холодном состоянии мы сейчас также окунем в тепленькую водичку и вот такой он красавчик в теплом состоянии сливочный цвет с зеленым шиммером и темная в нем слюда такая фиолетово-зеленая что ли и вот потихонечку начинается переход в оранжевый кстати наверное надо сравнить оранжевые цвета у отум и у пеппи потому что цвета у них разные и вот он уже похолодел разница в том что у пеппи в холодном состоянии оранжевый цвет а у осени в теплом состоянии оранжевый цвет сейчас я вам покажу оба лака вместе так с фокусом беда простите вот по-моему видно справа это осень слева пеппи осень я бы сказала такого оранжевого цвета лисички вот прям реально лисичка а пеппи это такой оранжевый с примесью кораллового цвета очень разные цвета хотя казалось бы и там и там оранжевый ну и плюс пеппи есть слюда да а в осени только глиттер очень разные лаки в итоге так следующий у нас dragon fruit также он на типсе в один слой нанесен очень полупрозрачненько так выглядит ему я думаю даже 3 нужно слоя вот по-моему сфокусировалась и в тюбике очень красивый тоже цвет слюда в нем классно переливается нанесем второй слой но я так достаточно жирненько нанесла второй слой также в холодном состоянии сейчас я вам покажу его в теплом вот такой красавчик он в теплом состоянии такой нежный нежный цвет скорее нежно розовый изначально потом плавно переходящий в сиреневый и потом уже в холодном состоянии малинового что ли даже цвета такой темный и у нас осталось 2 минуточки до конца этого видео успею вам показать еще джокер здесь он также на типсе в одном слое фокус пожалуйста не подведи так он выглядит в бутылечке слюда на контрасте в черном цвете очень ярко выигрышно смотрится нанесем второй слой интересный цвет и в два слоя он хоть я и вижу что здесь в принципе третий то и не нужен но он немного прозрачную базу имеет но видимо за счет того что он в теплом состоянии он будет таким прозрачным белым поэтому такое ощущение возникает сейчас я его согрею вот я его согрела черный глиттер в нем на контрасте интересно смотрится слюда классно поблескивает так на этом буду закругляться большое спасибо вам за внимание если у вас есть какие то вопросы пишите пожалуйста может какой то лак нужно показать поближе или рассказать вам подробнее всем пока всем пока спасибо